Вот человек сидит, спроси у него, он тебе сейчас все скажет, до чего он довел, трое детей, так или нет, где там на плечах сидит уже, ножки свесило, свесило, да, спроси как, он ему уж приятно, он кайфует от такой жизни. А ты домой хочешь возвращаться с работы? Скорее да или нет? Ну если бы ты хотел, ты бы сказал, конечно хочу, блядь, типа, скорее нет, да, ништяк, да, то есть когда ты домой не хочешь. Ты понимаешь, вот это самое страшное, вот это самое страшное. Короче, привет, в этом видео речь пойдет о том, и ты увидишь этот кусочек с практики, как одного из наших студентов, девушки, в прямом смысле слова, послали, вот, на три буквы. Значит, пришел парень, который был в отношениях с женщиной, и в этих отношениях он настолько упустил все свои мужские позиции, что перед их концом, перед тем, как женщина от него ушла, она ему сказала, тебе вообще надо почитать какие-то мужские книжки, пройти какие-то мужские тренинги, ну, в общем, она ему прямым текстом сказала, что мужского в этом человеке, как бы, маловато. Несмотря на то, что относился к этой своей женщине, он, ну, с точки зрения, там, заботы, ласки, любви, то есть так, ну, максимально хорошо, как он только мог. Ну, и в итоге они все-таки расстались, но она от него ушла, и прикол в чем, что на самом деле, ну, лично для меня, научить человека найти себе женщину, познакомиться, там, пойти на свидание, заняться сексом, сблизиться, бла-бла-бла-бла-бла-бла, то есть это самое простое, элементарное, что только может быть. Этому можно вот так научить любого человека, если для тебя это проблема какая-то, ну, чел, тогда у тебя проблема с самым элементарным. И этому я, собственно говоря, уже в первый день могу научить тебя на тренинге практика. Но суть не в этом. Самое сложное и основное, и важное, как выясняется потом, это правильное поведение уже с выбранной женщиной, либо неправильно сделанный выбор, когда ты ошибаешься изначально и не видишь элементарных вещей, не видишь, как будто ты слеп. Или когда ты выбрал женщину и с ней уже ведешь себя мягко, не отстаивая свои границы, личные границы, не обозначая какие-то нормы поведения, которые с тобой допустимы, либо недопустимы. И после чего ты пожинаешь самые негативные плоды. Мужчины сами своим поведением, неправильным поведением, может быть, не жестким где-то нужно поведением, они все портят. И дело не в женщинах. Женщины здесь ни при чем. Они просто будут позволять себе вести себя с тобой точно так, как ты это им позволяешь. Не зря же ты же видишь, что с одним человеком ты сам лично можешь что-то там его там подстебать, поугарать над ним и так далее, но с каким-то другим человеком. Я сейчас не говорю, что тут директор, а тут какой-то твой друг. Допустим, у тебя есть два приятеля. И с одним ты угораешься, бежишься, что-то еще, а с другим ты даже боишься лишний раз сказать ему какое-то неуважительное слово. Это не просто так. Женщины все видят и чувствуют. Поэтому, на самом деле, если ты хочешь закрыть вопрос со знакомствами, свиданиями, выбором женщин, welcome на практику с 15 по 18 июля. Еще есть места, здесь ссылка под этим видео. Но все гораздо глубже. И это, опять же, следующее, чем мы будем заниматься с тобой на этом тренинге. То есть мы будем делать так, чтобы ты научился понимать, где и в какой момент нужно проявлять жесткость. Это жизненно необходимо. Итак, смотри видос. Все помнят, ты вчера рассказывал, что у тебя была девушка. И что она тебе сказала? Нахуй послала. Не, 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 не. С аккурацией. Да, который про Киров я сейчас. А, там встречался, да. Ну да. Что она тебе сказала? Процессируй еще раз. Она мне сказала, что надо меняться и почитать хотя бы какие-то мужские книги. Ну, то есть более таким мужиком стать, а ванильным, зефирным. Да. И в этом как-то... Вчера мы это нашли яркое подтверждение. Почему-то... Почему-то, когда тебя незнакомый человек, давай так, неважно пол, да? А тем более, если это женщина, тем более, для меня это всегда вдвойне как бы... Посылает тебя куда мы знаем, тебя это ничего не вызывает, кроме как похихикал я. Ну, вот, в плане тех вот двух вот девушек, как бы, ну, меня ничего не вызвало. А тебе тогда один вопрос. Вот ты с той девушкой, которая тебе говорит, тебе надо книги, да, почитать мужские книги. Она себе высказывание вольности позволяла в твой адрес? Нет. Вообще никакого? Вообще нет. Ну, вообще никакого мата, типа, пошел нахуй, ты меня там заебал. Нет, это можно не прям вот таким образом, а вот как-то относительно унизительно, или тебе это не нравилось. Но говорила, допустим, такое, что вот, что вот меня прям задело, то, что это моя квартира, типа, иди, это в своей, там, квартире, там, хлопай дверями, там, и все такое. А что ты на это делал? Ну, это мы уже как-то попереписываем. А что, по сути, тебе этот человек говорит? Когда он такие вещи говорит, что он имеет в виду? Ты задумывался вообще, что это означает, по факту? Ну, типа, это как бы, ну, это моя территория, и ты... Ты здесь никто? Ну, да. И будешь делать так, как я тебе сказал? По факту, так? Да. А что ты с этим сделал? Я все равно делал так. Ты выбрал? Стоп, ты, значит, если ты остаешься с этим человеком, тебе человек говорит, ты никто. А ты выбрал оставаться этим же никто. Ну, я так. Ну, так или нет? Ну, можно сказать, да. Не можно, а нужно сказать так. Да. Чтобы это в твоей голове отложилось. Ты понимаешь, что вот любая женщина, любая абсолютно, ты своими руками сделаешь так, чтобы она тебя будет посылать. Собственно, ручно. Ты просто своими руками возьмешь все и обослешь. Ну, так или нет? Да, точно. Вот эта девушка, с которой ты жил, если бы так не было, еще не факт, что вы бы разошлись. А может быть, она довольно-таки нормальная. Возможно. Нет. А для тебя это не унизительно, когда женщина тебе говорит, тебе надо мужские книги почитать? Для тебя самого это не унизительно? Для меня, ну, это... нет. Это унизительно было, но, в принципе, я сам понимал то, что... Ну, я вот такой вот. Когда начнем? Ни о чем. Когда начнем? Что? Что ты с этим делаешь? Сколько ты говоришь? 26. Я приехал уже сюда. 26. Сколько тебе нужно еще подтверждений в жизни, чтобы ты понял, что это губит твою жизнь? Не кто-то, не кто-то, а ты сам. А потом примерно такие же люди, как ты, пишут в комментариях. Женщины все такие, она меня бросила, она ушла. Это прям сто процентов. Ну, я понял, в принципе, тоже. Надо что-то с этим делать, с кубами. Понял, этого мало. Здесь все... Не надо делать. Вот любого спроси сейчас. Любого. Все все понимают. Вот все все понимают абсолютно. Вот любую уголную тему подними, все все понимают. А делать это, когда в действиях это будет проявляться. Когда тебе какая-нибудь незнакомая курица с соблями идет, там, сколько им там, 18 лет, позволяет в твой адрес такое говорить, а ты хитикаешь. А при чем эти женщины все больше и больше себя так ведут, и их еще больше и больше и больше, и все вот эти вот люди с этого МД везде говорят, что с телками что-то не так. Так с ними не так, потому что их никто на место не ставит, понимаешь? Просто, видимо, со своими сверстниками она так общается, они говорят, а, окей, хихикуют. Но она думает, значит, так можно делать, понимаешь? Если бы ей один раз сказали, ну, как-то жестко поставили на место, она бы, наверное, призадумывалась. А кто должен ставить-то жестко на место? Чуваки, ну, мужчины. А они этого не делают, потому что ради того, что они боятся потерять потенциальную пилотку, вот эту вот, которая идет, она даже не их далеко. Вдруг она из-за этого на меня обидится и, там, не знаю, не будет со мной разговаривать. Они слушают вот эту хрень, как бы хавают ее, а потом удивляются. Ничего я даже не это. Зачем тебе человек, который тебя считает никем, для которого ты никто? Ну, получается. Чем закончилось в итоге? В итоге чем закончилось? С девушкой? Да, ну, в итоге разошлись. Разошлись. Ну, мы... Сколько раз ты в жизни хочешь еще раз разойтись? Вообще не хочу. Не хочешь, но не хотеть этого мало. Зачем тебе человек, который тебя считает никем? Познакомиться там с кем, это не проблема. В принципе, в твоем случае будет не проблема. Вот человек сидит, спроси у него. Он тебе сейчас все скажет, до чего он довел. Трое детей. Так или нет? Да. Где там, на плечах сидит уже, ножки слесило? Слесило, да? Спроси, как, он ему уж приятно, он кайфует от такой жизни. А ты домой хочешь возвращаться от работы? Ну, нет. Скорее, да или нет? Ну, скорее. Ну, если бы ты хотел, ты бы сказал, конечно, хочу, блядь, типа. Скорее, нет, да? Ништяк, да? То есть, когда ты домой не хочешь. Ты понимаешь, вот это самое страшное. Вот это самое страшное. Когда в итоге ты останешься один. И детей твоих, хер пойми, кто потом будет с ними жить. Возможно. Ты посмотри вокруг, что происходит. Ты хочешь стать одним из них, а ты непременно станешь, если такой же будешь. Если это всю вот эту нечисть в свой адрес, будешь хихикать. Это я просто, ну, на твоем примере яркий пример был. Ну, что... Ну, это для всех актуальная тема. Просто это очень, как бы, такое, ну, как, ближе к крайности послали нахуй, да? Это не обязательно должно быть так. Ну, как бы, могут просто, там, нагрубить, нахамить что-то еще, там, сказать мне вообще похер, что ты думаешь и так далее. Да? Просто это яркий пример, ближе к крайности. А что было бы правильно сделать в этом случае? Да я не знаю. Ну, в тот момент как-то... У меня не было задачи, ну, жить... То, что у тебя не было туда негатива, это вообще неплохо. У меня, да. Ну, потому что тебя не задевает, это ты понимаешь, что проблема не в тебе, а в ней. Ну, как бы, это вообще самое крутое, чем может быть. Но, так или иначе, вот у тебя к жене к своей, к женщине, с которой ты начнешь встречаться, к новой, не будет негатива, она тебе нравится. Ты сам чувак не злой. И она говорит, блядь, пошел нахуй. Как тебя человек зовут? Дима. Дима, а иди нахуй. По-кировски. Иди нахуй, Дима! Что ты ей на это скажешь? Да я ее пошлю. А знаешь, почему она тебя послала? Не вот вчера не знакомая, а вот твоя... Знаешь, почему? И будут посылать все оставшиеся. А потому что в тебя видит человек, которого можно послать. И ничего не будет. Приползет обратно. Три раза там ты ходил обратно? Да. Вот, и четвертый раз приползет. Если она захочет. Если она захочет, ты четвертый раз туда придешь. Не, ну, ничего себе. Я так и буду. Это я говорю не чтобы ты задумался, как ты можешь собственноручно свою всю жизнь загубить. Зачем? Всего лишь навсего нужно не позволять человеку с собой обращаться. Ты к нему, если хорошо относишься, ну, ради бога. В этом ничего плохого нет. Так и должно быть. Свою женщину нужно обязательно уважать. Но! Это должно быть взаимно. Если нет, зачем тебе такая женщина? Завтра придет к тому, что она тебе просто, вот мы как, шли по мосту. Поворачивается и мужик говорит, пошел открытым текстом. Мужу с двумя детьми они идут. И у меня волосы дымом стоят. Просто как он может настолько... Вот я не знаю, я его презираю. Я не ее презираю, я его презираю за это. За то, что он свою жизнь взял сам и загубил. Зачем? Ну, ты же не этого хочешь в своей жизни. Ну, давай мы этот вопрос... Ну, задумайся над этим, серьезно. А это реальность. Ты в этом неминуемо окажешься. Это, ну, я говорю тебе, как бы, чтобы все... Если ты позволяешь человеку с собой разговаривать неуважительно, степень этой неуважительности будет всегда только возрастать. Она не будет уменьшаться. Она всегда только будет расти. Ну, такая тварь этот человек. Ну, мы так устроены. Многие. Все больше и больше себе позволяем. И все меньше и меньше уважаем этого человека. И она, как женщина, тебя как мужчина не будет хотеть. Как можно хотеть человека, которого ты абсолютно неуважаешь? Считаешь за тряпку. Субтитры сделал DimaTorzok